Недельная глава Ванишла. Яков возвращается домой, в родные края. И он понимает, что по дороге, или не по дороге, он встретит своего брата Исава. И он думает, что он может предпринять, чтобы снять его вражду с себя. Ваишлахья, кейв Малахим Лефонов, яков послал, посланников впереди себя. Эллисов охив, кейсов его брату. Арцосейер, здлей Эдем. В страну Сейер, в поле Эдем. Вольца в Исам Леймер, приказал им, говоря, кейсэмру, так говорите, лагадейни лейсов, моему господину Исаву. Кейомар авдохо Яков, так говорит твой раб Яков. Им лавон гарти, с лаваном я жил. Боихар, задержался адото до сих пор. Обратите внимание, в какой форме Яков обращается к Исаву. Подчеркнуто, говорите моему господину Исаву. Так говорит твой раб Яков. Почему именно так? Очень просто. Из-за чего была ненависть Исава к Якову. Две причины. Он сам продал первородство. А потом имел на это претензии. Но опять-таки, он стал старшим. Это то, что... Обида. И то, что он получил богословление. И основное, что из основных сторон богословления, которые получил Яков, его затронуло то, что там сказано. И будут поклоняться тебе сыновья твоей мамы. То есть, богословление, что он будет главным, а тот будет ему поклоняться. Так Яков подчеркивает, нет, я не принимаю так. Я тебя вижу как господина, себя называю рабом, чтобы снять его обиду. Мои лищи, вахамэр, у меня был бык и осел. Цим вейвет вешивхо, мелкий скот, рабы и рабыни. Вешухо я посхал на гид ладыни, сообщить моему господину, лимцы хэмбейнехо, найти симпатию в своих глазах. Тут тоже он подчеркивает, что у меня было. Раша на это обращает внимание. Бык, осел, мелкий скот, рабы и рабыня. Какую браху получил Яков? Росы неба и жирные места земли. А скот к этому не имеет отношения. То есть брахау, который папа мне дал, пока не выполнился. И так же он идет к тебе навстречу. Баабамэйс Иш-Имэй. И 400 человек с ним. Когда берут с собой 400 человек, то понимается, что это не для приятной дружеской встречи. Ваиро Яков очень забоялся. Воейцелый стал ему досадно. Медраж говорит так. Он забоялся, чтобы его не шли убивать. Ему стало тесно, неприятно, чтобы ему не пришлось убивать. Ваиро боялся, чтобы его не шли убивать. Воейцелый стал ему тесно, чтобы ему не пришлось убивать. Убивать брат, это неприятно. Есть интересный комментарий Маубима. Маубим говорит так. Он боялся, он почувствовал у себя страх, ему стало тесно. Говорит так. Когда человек имеет битахом, полагается на Бога, то это увеличивает то, что как Бог за ним следит. И как Бог ему помогает. Само то, что Яков забоялся, это само сделал ему нехорошее ощущение. То есть у меня не хватает битахона в этой ситуации. А это нехорошо. Вояхацелый с ома шаритей, он разделил народ, который с ним, с отцами и с обокорами, с мелкими скотами, с обокорами и с обокорами, с лишним махнами, с на двоих агерами. Моей мир он сказал, имьёбе Исавы ва махне уаха свейку. Если Исав придет в один лагерь и разобьет его, ва гою а махне анишо ли фрито, так будет оставшийся лагерь на спасение. Метраж говорит нам, что это показывает, что будет будущим с еврейским народом. В изгнании преследовали евреев, было много бед, погромов, попытков уничтожения и более того. Так, Метраж говорит, что тут Янков Гаков говорит признак того, что будет в будущем. Даже если Исав нападет на один лагерь и разобьет, второй лагерь будет спасен. То есть, это один из путей спасения евреев в Гауте. Что если враги нападают на евреев в одном месте, и в другом месте они спасаются. Так и было. Если в одном месте были неприятности, нападали, уничтожали, в другом месте было более спокойно. А теперь Яков молится Богу. Мои имя Яков, говорит Яков. Говорит Яков. Говорит ко мне. Шув! Вернись в Арцуху твоей стране, в Миланду, в твоей родине, в Эйти во имах. Я сделаю добро с тобой. Бог сказал Якову два раза, что он будет его хранить. Один раз при выходе из дома отца, а второй раз перед выходом из дома Гавана. Котеньте, я уменьшился Микела Хасоди ему Миколу Эмест и от всей правды ашиосисуэсавдехо, что ты сделал своим рабом. Что Яков боялся? Яков боялся. Может быть, он в чем-то согрешил. Может быть, в отношениях с Гаваном, в чем-то другом. Яков говорит так, я стал меньше от всего добра и правды, что ты сделал своим рабом. Когда у кого-то из нас есть заслуги, и Бог делает с нами добро и чудеса, то это может уменьшить наши запасы заслуг, которые нас спасают. Это то, что с полкой я прошел этот Иордан. То есть я был один, только с полкой. Вято, если лишний махность, а теперь я стал двумя лагерами. Ацилэйнино, спаси меня, пожалуйста, мияд оки, мияд и сов, от руки моего брата, от руки Исава. Что это Яков так говорит длинно? Когда мы говорим что-то Богу, надо говорить кратко и четко. Бейсалэйв на этом останавливает и он говорит, что Яков просит у Бога, что у него спас от Исава от двух опасностей. Спроси меня от руки моего, спаси меня от руки твоего брата. От братания Исава, что он будет вести как брат и будет близок ко мне, это может плохо подействовать на моих детей, на на моих детей. И это опасно. И от руки Исава, что он не был как бандит. То есть две опасности, которые подстерегают евреев в Галуте. Физическая опасность и духовная. Киорэй, он их и эйсэй, того, что я боюсь его. Пеньёвый в Икани, как бы он не пришел и разбил меня, эй, молбоний, маму с детьми. Бывает, что одна опасность больше, иногда другая, иногда физическая больше опасность, иногда духовная. сейчас, слава Богу, спокойно, а духовная опасность больше. Много наших братьев в Америке даже не помнят и не знают, что они евреи. они американцы. Первое, еврей должен знать, что он еврей. Второе, он должен знать, что такое еврей. Еврей это еврей, который соблюдает митцвот, учит Тору, соблюдает митцвот. Это еврей. Такие, таки, есть две опасности. Опасность брата и опасность Исава как бандита. Ияков говорит Богу, «Ваатоа Марто, ты же сказал, эйтив, эйтив, имох, добро я сделаю добро с тобой. Весамте зарахо, я сделаю твоё потомство кехил хайом, как песок моря, ашелый со ферми рейф, который не будет сосчитано от многочисленности». Я уже, кажется, говорил, что есть три сравнения рейского народа, как звёзды на небе, как песок на берегу моря и как пыль земли. Так, тут он говорит, что есть песок на берегу моря, волны хлынуты, отходят. Тут опасность, а ты сам, а ты сказал, что ты будешь твоё потомство, как песок моря. Так первое, видите, в опасности, что Яков сделал? он молится Богу. Ну, Яков приготовил за их войну, тоже, если, если будет необходимо. А дальше он делает, он второе действие, воёган шомба гайлагу, ночевал там в ту ночь, Ваика взял минабо в йод, и то, что пришло в его руку, Минго, подарок, а Исаву, окей, а Исаву его брату. Подарок. Это было, сейчас мы прочитаем про Исава. Изим, довольно солидный подарок. Изим, осаимус, йошим, эстрим. Коз 200, козлов 20, рехелим, осаим, вейлим, эстрим. Овец 200, баранов 20. Это естественное соотношение самцов и самок. Малиме не кейсу внеем шлишим. Верблюдов, верблюдец, кормящих их детей 30. Раша говорит, что намек тут 30 верблюдов, самцов и 30 самок. Порейс арбоимуфор и масоро, коров 40, быков 10, а сыны и сесри им вайор и масоро. Ослиц 20, а слов 10. Ваи тымияда водов, эйдар, эйдар гвады. Он дал в руки своих рабов, каждое стадо отдельно. Ваи имярага водов, сказал к своим рабам, и в руках Анаи, проходите впереди меня. Веребахтосиму, простор сделайте, вейн эйдар о вейн эйдар. Между стадом и стадом. То есть так, чтобы должен был, чтобы был простор. Представьте себе, стадо и 200 коз. Интервал. Проходит 20 козлов. Опять интервал, 200 овец и так далее. Это психологически ощущается, как значительно больше, чем все вместе принесено в один раз. Психология подарка. Интересно. Есть на это тоже мэдраж. Мэдраж говорит так, что Яковск говорит, сказал Богу. Бог. Даже если ты приводишь бедствия на моих потомков, сделай им простор между одним бедствием и другим. То есть, чтобы был интервал между одной бедой и другой. Это тоже маневров, которым Бог ведет и вел евреев в Гауде. Мой указал первому, говоря, когда тебя встретит Иисус, мой брат, спросит, говоря, а куда ты идешь? И кому вот эти, которые перед тобой? Велмар ты скажешь, Равдыхов Яков, твоему рабу Якову. Минхо ишуха ладень илэйсов. Это подарок послом ему, господину Исаму. Вейней гаму ахарэйну. И вот так же он за нами. То есть, Яков за нами. Вейцав гаммэс ашлищи приказал второму, третьему гаммэс когаэрх и махры аадорим все, что слили за стадами, Геймер говоря, кадоба разэц и дабру на гысо бмяцах бмяцах ахэм эйсэй. Такие слова, что вы говорили Исаву, когда вы его встретите, вы амартам и скажите гаммэны абдыху Яков ахарэйну. Так же твой раб Яков за нами. Киомар он сказал ахап рафонов я сниму его гнев баминхо подарком айреха с рафоной подарком который идет передо мной ахэйна рафонов потом я увижу его лицо углой может быть и с рафоной он уважит мое лицо. Это тоже то, что Яков делает это и показывает что будет в будущем и это пример для еврейского народа как вести себя в будущем Сейсава подарок это проверенный путь подарок герцогам царям министрам губернатору и так далее и так далее я встретил еврея который мне рассказал подробно его переговоры с Петлюрой во время гражданской войны и о подарке который он договорился принести как он потом принес его и было объявление в городе чтобы евреев не трогали это уже история сколько лет назад около ста подарок прошел впереди его было он 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 начавал ту ночь в лагере и он взял два жены и два рабин и 11 и 11 и перевел их из мавар ябек мавар ябек переход ябека и кохем он взял и овремя сан и перевел их реку ваявер и перевел и сошел то что у него он перевел а вот сейчас ваевосер ябек вады ябек остался один если он же все перенес для чего он остался один написано какие-то маленькие посуды он оставил вернулся за ними и он остался один ваевык иш имей боролся с ним человек до восхода зари до восхода зари всю ночь ночь продолжается с темноты и до восхода зари ваярки йоховы он увидел не может его победить победить ваи габе хав ерыхы дотронулся ложечки бедра его якова якова ватых вывихнула скаф ерых яков ложечка бедра якова боиевке имей когда он боролся с ним что это намекает надо же понять раша приводит этот медраж что этот человек это был ангел и сам каждый народ имеет своего духовного представителя на небе это был ангел и сам то есть ангел и сам борются с яковом особенно знаете когда он борется с ним когда яков остался один и как мы читали из-за чего из-за каких-то посуд то есть мелких то есть из-за каких-то денег еврей остается один без еврейского окружения так тут тут начинает ангел и сам с ним особенно бороться и эта борьба проходит всю ночь до восхода зари он увидел он не может так он дотронулся до горечки бедра про детей пишется что это они вышли из бедра то есть если самого якова он не может на него воздействовать так он старается воздействовать на детей и вывихнулась горочка бедра якобы когда он боролся с ним очень интересно и мария хули 91 лист написано как выглядел якобы этот тот кто с ним боролся как он ему выглядел гемора приводит два мнения есть одно мнение он выглядел ему как архи листус листус это бандит а архи известное слово архи бандит а другое мнение как ученый человек послушайте архи бандит и ученый человек обычно выглядят по-разному как это два мнения на первый взгляд совершенно противоположные противоположные папа зацогов объяснял этот эту геморрот так что тот же Иса у него есть два лица и две формы которыми он борется с Яковом есть форма бандита и не просто бандита архи бандита как Цит Богдан Хмельницкий Гитлер не просто бандит архи бандит но но когда он видит что даже он убивает уничтожает часть еврейского народа другая часть остается так он надевает на себя маску мудреца и говорит послушайте я забочусь о вашем же добре для вашего чтобы вам было лучше вам стоит избавиться от пережитков прошлого от средневековья и идите за нами за новым веком становитесь и идите за мной то есть это тот же Исап имеет два лица и оба лика его опасны и ему и по по-видимому лик как мудреца который хочет сблизиться с тобой и влияет он еще более опасный чем бандит это две формы войны и Исап Ва Еймар Шалхыни этот человек то есть ангел сказал отпусти меня потому что взошла заря Ва Еймар сказал я тебя не отпускаю ты дашь мне браку признаешь что богословление которое Яков получил оно ему таки полагалось оно ему полагалось справедливо Ва Еймар сказал ему Машмеха какое твое имя Ва Еймар сказал Яков Ва Еймар сказал Яков больше не будет называться твое имя Яков Ким Исро только Исро Кисар ты был важным человеком и Мариим с ангелом и Маноч с людьми мотух и сумел то есть тут же Яков получил благословление негладким путем он говорит ты будешь называться не Яков Яков с одной стороны он из-за слова пято а с другой стороны можно перевести как шел вокруг ты сейчас будешь идти должен сможешь спокойно идти прямым путем пято яков спросил Яков Поним его, поним, лицом к лицу, батино цел навши, и моя душа была спасена. Во израх Гей Ашемеш ему засияло солнце, когда он прошел Пнуэл, он хромал на своем бедре, а у кем поэтому Гей Ихов не строил, не едят сыны Израиля и сгидануше эту жилу, а еще Акафа Йорых, который на горочке бедра, а до Емазе, до сего дня, потому что кинога бы хав Йорох Яков, он дотронулся на горочке бедра Якова, бы гидануше в этой жиле. Папшату говорят так, что сыновья чувствовали себя виноватым, что оставили Якова одного, и он попал в эту опасность. Это митсва, заповедь, которую мы соблюдаем, еврейский народ соблюдает, что вот эту жилу нельзя есть, и ее вытаскивают. Это третья митсва в нашей книге Борисчет, что нельзя есть вот эту жилу. Яков поднял свои глаза, а я увидел, что не Исов был, вот Исов пришел, в имя обама Исиш, а с ним четыреста человек. Ваяхас, если я годин разделил детей, а у Лео в Ауроху, на Лео и на Роху, ва ушли ашфохэйс, и на двух рабынь. Ваяхас, если ашфохэйс, вез яудея решено. Он поставил рабынь их детей первых, вез яудею ахрынем, вез яудею ее детей после них, вез яудею ахрынем, вез яудею ахрынем, а он прошел впереди них. Ваиштаха Арсов погонялся до земли, щеба помним, семь раз, адгиштай адохэйв, пока он подошел до брата. Поклонился, то, что написано Ваиштаху, это как распластывался, семь раз. Это Ваиштахову на шонокодыш. Майора Цейсов Лекроссов, Эйсов побежал ему навстречу, Ваихап Кею обнял его, Ваихап Саворов упал ему на шею, Ваишап Кею поцеловал, Ваивку, и они оба плакали. Раша приводит во мнение. Есть говорят, что он не целовал всем сердцем, а есть мнение, обычно он так его ненавидел, но тут, в тот момент он его поцеловал. Есть еще метраж, что он целуя, хотел его укусить, но шея Якова стала, как мрамор, ему стало больно в зубах. Так Эйсов плакал, как больно в зубах, а Яков плакал, какой брат у него. Ваишап Кею поднял глаза, Ваяр увидел с анношем жен с Айродем и детей, Ваимар сказал, «Мир, кто это у тебя?» Ваимар он сказал, «Айродем, это дети, который Бог помиловал твоего раба». То есть это подарок Бога. Это ощущение, что мы должны иметь. Все, что мы имеем, это подарок. Подошли рабыни, они и их дети, и поклонились. Подошла также ее дети и поклонились. А потом подошел в Ироху, и поклонились. Ваимар, он сказал Эйсов, «Милыхо коламахане, азе ашапогошты». Кто это у тебя? Весь этот лагерь, что я встретил. Простой пшат, это те, которые принесли эти подарки. Ваимар он сказал, «Лим цихэйн, найти симпатию, бэйны адыни в глазах моего господина». Ваимар Исав сказал Исав, «Ешли рогу, у меня есть много охи, мой брат, илэхо ашалох, чтобы было у тебя то, что у тебя». Вы слышите, что Исаву важно? Мне есть рог, много, много, много. А теперь услышим отношения Якова. Ваимар Яков сказал Яков, «Ау, но нет». «Если я нашел симпатию в твоих глазах, в руках то мельхосим и йоди. Возьми мой подарок от моей руки». «Ки аукеин роиси фонехо». Потому что я видел твое лицо, «Ки рейс пневел им, как я видел ангела в отрицине, и ты меня принял». Раша приводит, что тут Яков сказал Исаву между строк, «Я смотрю на тебя, как на… это похоже, как я встретил ангела». Знаете, как говорят об этом? Кто-то встречается с другим, и он его опасается, и он говорит ему, «Послушай, то блюдо, которое тут, оно так же вкусно, оно совершенно имеет тот же вкус, который я пробовал, будучи на обеде у царя». Тот слышит между строк, что он имеет близкие отношения с царем, он говорит, «Не стоит с ним начинать ставить проблемы». Тоже тут Яков говорит, «Я видел тебя, как я видел ангела». «Как но избир хоси, прими, пожалуйста, мой подарок, а шоу во слух, что-то было пронесено тебе». «Киханан ела им». «Бог меня пожалел». «У меня есть все». «Вои в царбе» он его говорил, «Вои кохе взял». Видите, Исаф не вначале как бы отказывался. Действительно отказывался, или, может быть, для вида. Бедраж говорит об этом. Он отказывался, а рука протянута. «Яков уговорил его, он взял». Интересно. Отношение Якова, Яков сказал, «У меня есть хоу, значит, хоу, у меня есть все, что, что мне надо, у меня есть». Вот это отношение к имуществу Исафа и отношение Якова. Отношение Исафа, ров, многого, еще больше, еще больше. А Якова? То, что мне необходимо, хоу, хоу, все, то, что мне необходимо, у меня есть. Воемер сказал, «Не собер негэйхо, поедем и пойдем». «Вэйхоу негдехо, пойду соответственно тебе». А Яков не хотел, чтобы люди и Сава его сопровождали. Так Яков от этого дипломатическим путем выкрутился. Воемер сказал ему, «А ты не еде, господин ведь знает, кяйоди мракем, дети мягкие, ва цинь ваа бока, мелкий скот и крупный, огоис, кормящие огои, огои на мне. Огоис, которые растят своих детенышей, огои на меня, утвок у меня мехот, их ударит один день, в том они шли быстрее, помысь у кулацей, умрут весь скот, я вену ады, не лифны ады, чтобы господин прошел впереди своего раба». Ты иди, впереди. Ваня сна, аго иди, я буду идти медленно, варегалам лоха, шелефуны, панагам работы, которые со мной, урегалай годин, панагам децей, адашар, обе ладыни саира, пока я приду к моему господину, в саира. Я оставлю здесь от народа, который со мной. Почему что я нашел симпатию в глазах моего господина? То есть, не надо. Ты хочешь мне оставить людей? Не надо. Майоша Баймагу Исов, Гадаркейсы Ира, вернулся в тот же день Исов по своей дороге в Сейр. В Яков, Яков на са, ехал сукейсу, Баймага и Боис, построил себе дом, у Микнеевска, для скота, оса сукейс, сделал будочки, аукень короши, мамокень сукейс, поэтому назвал им этого места сукейс. Ну, в нашей голове есть еще темы про Иса, про встречу и отношения Якова с Исаавом мы читали. А мы должны учиться от Якова его пути победения, его отношения к Исааву, то, что он давал подарок и так далее. Ну, понятно, то, что он молился. Тора нам рассказывает неприятную историю о Дине. Как она вышла и как ее схватил Шэм Хамсин Хамора и изнасилов тут все подчеркнуто, что Дина, дочке Леи, она вышла смотреть в дочерей страны. То есть само то, что девочка выходит сама, это может привести к опасности среди других народов. Сама глава про то, что было, переговоры Якова и братьев Дины с хозяином города Хамор и Тора нам рассказывает, что сыновья Якова предложили, чтобы они сделали обрезание теперь. Планы тут видно, то, что сделали Шимон и Леви, перебили весь город и вытащили Дину. А Яков это критиковал. Ну а что, а что Яков собирался делать? Что он хотел? Он имел ввиду оставить там Дину? Конечно, нет. Что Яков думал? И Яков тоже присутствовал при этой беседе, при этих переговорах, и он молча согласился с тем, что там сделали. Так, как понимал Яков? Яков понимал просто, что они после обрезания будут не в состоянии давать отпор и воспользоваться этим моментом, забрать Дину и уйти. Это, это, так понимал этот план и это предложение братьев Яков. Интересно, интересно. Тут есть еще вопрос. сидел Яков, а переговоры вели братья. Почему? Несколько год назад приводится, что договорили про рывку, так написано, ответили Лавану и Пстуэл. Так, медражды и раша замечают, что Лаван вел себя как нахал. Есть твой папа, что ты выступаешь? Есть папа, так пусть папа Ривке говорит, что ты выступаешь? Это нахальство говорить при папе о серьезных вопросах. Ну, а тут было, что сидел Яков, а переговоры вели братья? А? Очень просто. Вести переговоры проведучи Ривке, Ицхаку, это уважаемо. И этот почет надо передать папе и не быть нахалом говорить о его присутствии. А вести переговоры с хозяином города Шхэм, когда его сын износил Валдину, это очень малый почет. И это и это Яков намеком дал понять братьям, чтобы они вели эти переговоры в его присутствии и с его согласием. Но планы Якова входило, воспользуясь тем, что они не могут отдать отпор, вытащить Дзину и спокойно уйти. А Шхэмэн и Лэви решили, как говорят, перевыполнить план и перебить жителей города. И Яков говорит, что это было опасно. Яков с этим не согласился. Шхэмэн и Лэви у них было у них качество гнева и кипения. И смотрите, гнев это огонь, гнев это сила. Кипение это сила. Но надо это держать в рамках. И Яков за это их критиковал. Даже когда причина благородная, держать гнев в рамках, это совсем непросто. Гнев он как огонь. Интересно, в будущем эти два колена встретились с двух сторон баррикад. В сороковом году выхода евреев из Египта встретились с двух сторон представитель из колена Шимона и представитель из колена Лэви. Зимри бен Солу из колена Шимона, который жил с медианкой и пин который выступил против него резко. Интересно, у обоих было это качество кипения и у представителя колена Шимона и у представителя колена Лэви. Но знаете, в чем разница? У колена Лэви, что они в Египте много изучали Тору, так это качество гнева облагородилось силой Торы. И это кипение встало в свои рамки и приездилось в благородных целях. Когда была история с Золотым Трельцом, кто пошел за Моше? Он сказал, кто за Богом за мной? За ним пошли все колена Лэви. То есть это опять-таки качество гнева. Но кипение гнева ну что? В благородных рамках и благородных целях и в рамках потому что они изучали Тору и тогда гнев становится в рамках. Это колено Лэви. Видите? Качество можно обогродить и поставить в рамки. У Шимона этого не было и это то, что вышло, что они встретили с двух сторон баррикад. Затем Яков идет дальше в дорогу и идет Бетел и дальше почитаем тридцать первую главу Ва Ирой Ехим Яков Бок показался Яков еще Беве когда он пришел мипад Наром Ва Ивар Хейс и Гас Гас Ва Ем Ехим сказал ему Бок Шим Хо Яков Тво имя Яков Гайкор Шим Хо Ид Яков Не будет назван Тво имя больше Яков Ким Yisrael есть Меха Тво имя будет Yisrael Иго имя Yisrael Ва Ем Иргей Иргей сказал ему Бок Яков Всемогущ Прей урвей Плодись и размножайся Гей народ укау гейм и масса народов есть мем куб из тебя и молох цари и цари мих халу цеху яйцею из твоих бедр выйдут Ва Са Орец Азем Лу Ашан Носати что я дал Гаврому яйцо дам тебе Узараха Ахарехо Этен Эсо Орец И потом вступай после тебя и отдам землю И дальше написано как поднялся от него Бог и Яков поставил там стоячий камень как жертву и назвал это место Бейсел Читаю шестнадцатое предложение Ва Иису ми бейсел поехали из бейсел Ва И от кивра с Орец было еще кусок земли лови офроса прит и фрат Ва Тегет рухом рахал родила ваткаш в лидето и рода шлиц шумо Ва и вакшес с в лидето было когда он шумо цежело рода Ватт имер го המягедес сказали я кушерка ау тири ты не бойся так же это у тебя сын не бойся и это у тебя тоже сын Ва и было в цей сна в шоке мейсо когда вышла ее душа что она умерла Батти Крошмей называл его имя Бен Энни сын моего горя то есть с родами его она умерла вы обив а папа КОРОГЭЙ ВИНЬЙОМИН назвал его ВИНЬЯМИН сын юга правой стороны знаете почему почему юг это правая сторона а я вам скажу очень просто МИЗРАХ восточная сторона это называется по-другому КАДИМА прямо это напротив лица человека МИЗРАХ это КЕЙДМО перед собой перед собой человек смотрит на восток так и это восток теперь если человек его лицо направлено на восток куда направо где правая сторона а где левая то правая сторона это юг а левая север так он назвал его БИНЯМИН сын правой стороны то есть юга что значит сын юга очень просто все остальные сыновья были рождены в Арамее что она на севере только единственный из сыновей Якова который родился в земле Израиля это был БИНЯМИН и земля Израиля относительно Арамеи Сирии так это юг поэтому он назвал его сын который родился на юге с правой стороны буквально перевести это правой стороны то есть на юге то есть он единственный который родился в земле Израиля противоположность остальным сыновьям которые родились в Арамее что-то северное тут мы читаем как Роха родила рожала Бинямина она рожала а роды шли тяжело и когда роды шли тяжело Акушерка ей сказала не бойся это тоже у тебя сын непонятно что тут Акушерка сказала и самое главное почему Тора это написала допустим Акушерка успокаивала роженицу не бойся все будет хорошо и так далее это сын но зачем Тора это записала вопрос скажите при рождении сына роженица может умереть или нет может умереть так же как при рождении дочек и факт что она умерла так что Акушерка тут что Тора пишет что Акушерка ей сказала не бойся это у тебя тоже сын а я понимаю что тут написано так Акушерка видела нашу мать Рахель что она переживала и не столько она переживала за то что она может быть уйдет с этого мира она она более переживала что если она если эта дочка которой она сейчас родила и она уходит с этого мира то она не выполнила не выполняет свое предназначение что она хотела сделать в жизни она хотела как минимум родить Якову два сына помните когда у нее родился Йосеф что как она его назвала Йосеф Йосеф Ашем Ли Бейнахер что Бог не прибавил еще сына так Акушерка видела что она очень переживает о том что может быть она не родила якобы не рожает якобы двух сыновей если это дочка Акушерка ее успокаивает не бойся это у тебя тоже сын то есть так ты выживешь или нет я не знаю но одно в одном ты можешь быть спокойна это сын ты двух сыновей родила Якова за это ты можешь быть спокойна но это нам говорит показывает перед нами нашими глазами картину о чем думала Рахель последние часы и минуты ее жизни так нам Тора об этом сообщает что Акушерка когда шла ее успокаивать она ей сказала это тоже у тебя сын то есть не бойся ты родила двух сыновей якобы акушерка оставил камень на ее могиле и это Мацевес камень который на могиле Квурас Рохул могиле Рохул отдали до этого дня интересно Лея была похоронена потом будет похоронена в Печоре Махпиго вместе с Яковом а Рохул была похоронена тут в дороге а почему в чем был смысл этого Медраж приводит что последствия когда выгонят евреев из своей страны после разрушения первого храма то их будут гнать и они пройдут возле могилы нашей праматери Рахель и там будут молиться пророк Иермияу есть удивительное пророчество так говорит Бог голос слышится Рохул плачет о своих сыновьях это мы читаем между прочим во второй день Рашишона не хочет утешаться от детей что их нет то есть плачет о своих потомках о еврейском народе так написано дальше так говорит Бог поможет это место место молитвы Медраж Ихо говорится об этом так что когда было разрушение первого храма позвали наших отцов Авраама Ицхака Якова Моше Медраж и Медраж и Медраж как они все просили Бога за еврейский народ Авраам говорил я прошел 10 испытаний а сейчас а сейчас ты так делаешь с моими потомками я был готов чтобы меня сожгли чтобы меня принесли как жертву а сейчас такое происходит с моими потомками Яков я столько мучился со своими детьми а сейчас с ними так такое происходит Моше я так заботился о народе а потом даже войти в страну я не смог а сейчас такое происходит с моим народом и Медраж говорит что молитва их всех не помогла и Медраж продолжает потом вскочила Рахель и сказала я так любила Якова Яков меня любил и я так готовилась что он на мне женился а тут вдруг папа папа обманул и пошел везти мою сестру Лею так само начало я с ней договорилась о признаках о признаках чтобы он узнал я ли это или нет но потом когда я увидела что папа все равно это сделает я пожалела мою сестру что она не была опозорена и передала ей признаки и я всего лишь человек и я переборола мои чувства и передала признаки моей сестре что она не была опозорена а ты же Бог и медраж приводит что именно в заслугу того что Рахель сделала Бог поможет еврейскому народу медраж удивительный медраж в введении к медраж эйхо этот медраж нам говорит что когда человек уступает другому и когда это ему нелегко это имеет могучую духовную силу когда один человек готов уступить другому и не завидовать и при необходимости уступить это имеет особую великую духовную силу и это и это то что то что медраж нам рассказывает про Рахель там где молитва нашего праотца Авраама который прошел 10 испытаний Исхока который готов был быть жертвой на жертвеннике якобы ему что не помогла а молитва Рахель помогла видите какая могучая духовная сила когда человек уступает на свои чувства на свою зависть это то что нам медраж рассказывает тут мы останавливаемся сон 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 Продолжение следует...